Эти ребята забанили Нидали. Они забанили Нидали. Team Liquid забанили Нидали. Кто у Cloud9 играет Нидали? Саппорт Лимонейшн Нидали? Я бы скорее ее увидел, чем от Хая Нидали. Ну, это чушь какая-то. Они просто потратили бан в никуда. Я не говорю, что они должны были Дрейвена забанить, но... Один бан могли бы оставить для какой-нибудь цели. Они просто взяли потрачено. Ну, ладно. Потрачено-то потрачено, но надо еще все равно выиграть эту игру. Хотя бы в пик-обанах. Cloud9 и себе забрали фирст пик, кстати говоря, в этой игре. В прошлой игре они переиграли Team Liquid неожиданно. Ласт пиком Дрейвена, который уничтожил всех и вся. И в этой игре забрали себе Браума и делают... Они думают, что Шен будет. Cloud9 думают, что будет Шен. Не хотят отдавать Пиглету Вейн. И решают, что можно сыграть вчерашнюю комбу, с которой они победили. Ну, так теперь Team Liquid знает все пики команды Cloud9 дальше. Они знают, что будет Элиза. И они знают, что на топе будет Рамбл. Либо Гнар. Рамбл или Багнар. То есть, они могут сейчас попытаться что-то придумать. Пиглет вот уже думает поменять всю стратегию. Предлагает команде играть через Disengage, а не Engage. То есть, сначала они напикали двух танков. Мол, у нас будет врыв у Бивашки. А вот это интересно. Ну, я про то, что это, скорее всего, Квасовский будет. Райс на топе. Райс... Нет, нет. Долго думали-думали. В итоге, Феникс попытаться... Что? Попытается керить на Виктория. Но я уже говорил, что Феникс... Ну, это не его чемпионы просто. Я не говорю, что он не умеет играть на них. Вон, вчера чувак тоже гейт. Неплохую механику показал. По фарму шел неплохо за Ясу. А игра закончилась. Смотрим. 10 тысяч урона. Охрененный ты игрок. 10 тысяч урона. Раш нанес 14 тысяч за Элизу, а ты нанес 10 тысяч урона. Одна и та же игра. Играли против той же команды. Что такое? Непонятно. Там сейчас окажется, что Хай играл... Ну, блин, если бы Хай хотел сыграть Нидали, Клауд Найны бы 2 предыдущих... 2 предыдущих дня пикали бы Нидали. Вы же сами видели, что они выпикивали там Клауд Найны. А, они решили взять Амуму Рамбл комбинацию. К черту Элизу. Нет, Шен и Лиза. Шена не хотят отдавать все равно. Посмотрите, Клауд Найны вроде все сделали, чтобы забрать Шена... Чтобы отдать Шена к Тим Ликвид и не бояться от класса Шена. Но в итоге не захотели все равно его отдавать. Интересно, с чем это связано. Но комбинация Шен-Диана это очень жестко, ребят. И Лизу Хай вроде показывал не самую отвратительную. Да, ошибки были. Механические скорее. Но он попадает с Пеллы. Понимает, куда идти. Ну, а Пиглет, как видите, взял Кракача. Ну, и последний пик остался Квасу. Мука и Забанин. Гнар. Мунда. Не знаю. Ну, это все чушь. Все это танки, ребят. Им нужен какой-нибудь полудемодж чемпион. Который Шена победит. Я бы Рамбла на их месте сейчас взял. Но им Рамбл не совсем подходит под Тим Комбо. И поэтому они решили все же взять Гнара. Гнар тоже побеждает Шена. Не то чтобы очень сильно, но побеждает. Ну, просто если Гнар будет борзеть на своей линии, то Элиза придет и разберутся с ним очень легко. Опять у Кау Найнов лучший пик получился, чем у Тим Ликвид. Так что как-то они проигрывают два подряд бана пика Тим Ликвиды. Как бы это их вообще не сломало и не стомпануло. Не стомпанули их Клод Найн. Ну, здесь Клод Найн сейчас победят. Тим Ликвид вообще разуверится в своих пиках. И в следующей игре, ну, понятное дело, возьмут какой-то Йола билд. Там, не знаю, Пиглет пойдет. Вейнек спешл пойдет какую-нибудь Зайру. Ну, какая-нибудь такая чушь соберется от них. Хотя Пиглет уже на Вейн побегал. Ивенрейт Корки 30%. Зачем его вообще пикают? Ну, Корки пикают не из-за ивенрейта 30%. Просто это очень сильный чемпион в начале игры. У вас очень сильный мидгейм вместе с ним. А им нужен именно был такой чемпион, ребят. Посмотрите, у них только Виктор наносит урон сейчас. Поэтому им нужно, чтобы хоть одна линия точно выиграла. И чтобы у них был мидгейм. Если у них не будет мидгейма, то тогда это полный провал. Да, это будет веселая серия. Пики неординарные. Я вообще удивлен, что у Клод Нейнов, ну... Ну, еще больше я только влюбляюсь в эту команду. Это мои любимчики, я уже говорил. Меня удивляет, насколько у них высокая мораль. То есть, ребята сыграли 10 игр. Показали миллиард стратегий. Ну, там не миллиард, а на самом деле они 4 стратегии через разных чемпионов показали. Но тем же самым они показали всем командам, что мы не боимся пикать все, что хотим. Вы не перебаните нас. Вы должны банить так, чтобы ваша стратегия работала. И вот, в общем-то, из-за этого темликвиды и провалились первые баны пики, фазу. Потому что они понимали, что если Клод Нейны... О, хороший вард, это мы уже видели. Я про него говорил. Я буду тоже его пытаться иногда ставить, если буду заходить. Потому что контролируют очень хороший приход. Его надо за Топера либо ставить, ну, это я про Солокушку сейчас говорю. Либо за Джанглера. Ну, Джанглера кто же даст так далеко уйти. А вот Топер может вполне прийти туда и поставить вард. Ну, Клод Нейны завардили. Пока у нас паритет, никто никуда вперед не ушел. И Клод Нейны решают начать своего синего бафа или заходить в чужой лес. Они видели вообще-то вард этот. Но они знают, что этот вард пропадет. И они видели, когда его поставили. То есть, у Клод Нейнов есть точный тайминг, когда пропадет этот вард на красном бафе. Нет, они решили просто по нему идти туда. В итоге, ну, просто Клод Нейны оккупируют красный лес оппонентов. И все хорошо. Они в безопасности туда заходили, потому что варды команды Клод Нейна держали их в курсе дела. Ну и что у нас получается? Вейн отправился на фрифарм. Вейн не хочет стоять против Алистара и Кракача. Напоминаю, что даже Дрейвен проиграл линию. Хотя Дрейвен является практически контрой к войне, даже на линии. И здесь забирают. Апцы не увидели то, как забирает Хая с Болсом дальше. Лес. Странно, что они не пошли делать рапторов сразу. Сейчас придется Хая туда в соло идти. Это не очень хорошо, потому что теперь есть преимущество. Допустим, Алистар и Доминейт могли туда пойти. Они говорят о том, что... Ну, очень рискованно сейчас для Хая забирать это. Да, и он решает рапторов не брать, а отправляться в свой лес. Синий или в красный пойдет? Вот в чем вопрос. Вард уже стоит. Браун уже проконтролил эту ситуацию. По варду идет Доминейт. Клаудайна его видят. Браун сражается в этот момент с Алистаром. Обходит сники Доминейта. Доминейт понимает, что жопа в говне. И очень большие проблемы. Отфлешивается и убегает через Бодислем. Тем самым Клаудайна забирает еще один красный баф себе. И Доминейта игра немножко не пошла. Видите, он только ругается, потому что он понимает, что они совершили ошибку. Ошибка заключалась в том, что они начинали с синего бафа. Им надо было начинать тоже с красного. Когда они увидели, что Клаудайны заходят, им надо было просто на 10 секунд позже забрать красный Клаудайнов, ну, пойти туда. И забирать весь красный лес Клаудайн. Потому что сейчас он шел туда в соло. Забирать это было очень тяжело. А Лемон пришел Болсу помогать, чтобы его не задайвили. Тележку будет Лемон забирать? Да, забирает, хиляет Болса. И этих мопсов там потеряют частично Клаудайны на двоих. Ну, не страшно. Дайв, главное, не произойдет. Доминейт был выгнан из лесу. А здесь Квас. Теперь оставляет Вард на синем. Их хочет вместе, ну, повторить тот же самый трюк. Но Вард поставил уже через стенку. И Хай, который предложит сейчас повоевать, и решают сдавать им Ликвиды этот синий баф Хай. По крайней мере, уже первых двух мопсов отдали. Это 40 голды и куча опыта. И не факт, что, конечно, Хай будет до конца сейчас забирать синий. Да, да, правильно делает. Надо отходить. Нет никакого риска. Можно забрать сейчас Волка. Вейн, потому что она не тот, конечно, боец, который нужен. Но все равно молодцы, что как бы уже захоронили свой синий баф. Сравнивают нам показатели Доминейта на Грагасе. Заработал он их, кстати говоря, я даже знаю, в какой игре. Доминейт практически все матчи тогда играл на нем. И проиграл там парочку игр только. Немножко не сговорили. Здесь X-Special с Пиглетом. X-Special кинул... Ой, не Шэн этого. Браума в Корки. А Корки в этот момент два спела прокастовал по пустому пространству. Выход на ганг от Хая. По Вейн. Ну, это такой ганг. Это скорее... Давай, помогу тебе запушить, и ты сбэкаешься. Это скорее вот это называется, а не ганг. Ну, они могли и вправду попытаться задавить. Там комментаторы правильно говорят. Элиза вполне тонкова, чтобы первый выстрел в вышке получить, а второй задоджить. Другое дело, хватало ли дэмэджа у Вейна. А так получилось, что Гнар тонну опыта заработал соло. Гнар получит шестой левел гораздо раньше. Но Вейн тоже получит шестой левел раньше, чем Пиглет. И пока Вейн вообще не проигрывает Пиглету по фарму. А здесь у нас Инка получала урон от Феникса. Сразу же приходит Хай, помогает Инка запушить. Он видит, как все плохо у него. Он хочет запушить и использовать это в пользу Инкарнейшн. Потому что если по Инкарнейшн сейчас нажал Recall, и после этого нажал бы Телепорт. Ну, тот самый, который у них есть. Это привело бы к тому, что не выиграли бы Клауд Найна за счет Телепорта. Ух, как много урона. Если бы не Х-спешл, Хай вполне мог бы тут рискнуть и убить. Феникс, он будет пытаться отменять Фениксу Recall как можно дольше, а Инкарнейшн уже через Телепорт возвращается на линию. То есть он уже будет сейчас дэнаить дальше мопцов. Все, Хай бэкается. И здесь уже Лемон еще какой-то гуляет. Сникки попытался разменяться с квасом. Не очень выгодно получилось. У них в обоих Дораны. Ну, какая разница. Шэн, все, отправляется на топ. Вейн отправляется на рекол. У нее есть Катлас. Клауд Найна вроде как на вот этих свапах выиграли. Ну, потому что у них чемпионы, которые больше страдают на линиях. Вейн страдает против Кракача до того, пока не купит Катлас. Грагас переганговает Элизу на самом деле в начале игры. Ну, потом Элиза свое догоняет, ребят. Это понятно. И что самое главное, это Шэн очень сильно проигрывает Гнару в начале. Из-за пассивки Шэна. Ой, извините, из-за пассивки Гнара, который наносит процентный урон по вам от вашего ХП. То есть вот он на стаке, вот и сейчас бах. Он не успел, кстати, дать третью автоатаку. Босс над ним издевается сейчас. Не дает мапсам подойти, но фризить он не собирается, хотя у него есть Санфайр уже. Ну что, пока все идет в пользу Клауд Найн. Мы, конечно же, ждем тимфайтов, мы ждем механики, которую покажет Пиглет, которую покажет Сники. Вчерашняя механика, конечно, должна была бы вызвать у команды Team Liquid, а давайте-ка забаним Вейн. Ну, вот в первой игре они Вейн забрали и получили Дрейвена в лицо. Во второй игре Вейн отдали. Ну, у них был шанс забрать, мы помним это. Но они решили взять Элистара и Грагаса. Тем самым, как бы, немножко ослабив свой пул дэмэдж чемпионов, потому что таким образом у них нету саппорта дамажащего, у них нет джанглера дамажащего. У них просто два танка, но хорошая комбинация у этих танков есть, конечно. Ух, не получается добить. Этого добьет, этого тоже добьет. А тем временем Хай здесь зачищает Крабика. Мы пойдем до Крабика. По танцу им Крабика. Там так бы пелось в песне, да? Ну, вот он Крабика зачистил. Ух ты, как красиво все сделал. Только это был не третий прок автоатаки, и поэтому не так много урона зашло, как хотелось бы. Хай дошел до своего красного. Кстати, я не понял, подождите. Доминейт забрал сейчас свой красный, я правильно понимаю? Потому что он сейчас на своем синим, но это с отставанием. Я не посмотрел. И Лиза точно вроде не ходила в чужой лес. Три автоатаки доходит. Да, да как же много урона там вошло сейчас Пиглета. И как-то у Пиглета, я думаю, настроение возвращаться на эту линию понижается. Ему хочется как можно быстрее дойти до Тринити Форса и начинать тимфайтиться. Потому что Вейн в тимфайтах пока еще будет слаба. Но у Клодайн есть Браум, который будет прикрывать, кстати говоря, Тонс оф дэмэдж, который будет выдавать Тим Ликвиды. Вот это интересно. Доминейт приходит сюда на ганг. Лемон тратит уже щиток. Нет у него варда, чтобы поставить. Есть во рту Вейн, но она его ставить не будет. Икспешл выцеливает. Пытается кинуть, не попадает. Так как хотелось бы флэш-саппорта на флэш-экзо-саппорта на флэш-адэшника, в пользу это будет Клоднайн все равно, потому что нет возможности убить этого адэшника. То есть это было бы не в пользу, если бы была возможность убить, допустим, у Асанечка или Леона была бы. А это всего лишь Элистар. То есть он в следующий раз делает просто бодислем и все. Ну и Вейн кувыркнется назад. Здесь интересный ол-ин был. Ой-ой-ой-ой, нет-нет, все нормально. Инкарнэшн как-то проигрывает линию Виктору, что немножко удивительно. Плюс Диана идет, как видите, на шортуз первым айтемом. Не хочет он собирать Абисал, который здесь идеально бы зашел. Абисал Жоня, но он решает, что сначала надо сделать на шортуз. Тем временем Хай все же выцеливает ганг на кваса. Болс побежал уже на него, делает таунт, не попадает. Хай кидает стан, не попадает. В общем, ганг просто шикарный. Ну, я не говорю, что я бы на Элизе здесь смог бы сделать ганг успешным. Ну, как бы многое зависит от таунта. Но как-то уж совсем бездарно получилось. Команды Cloud9 здесь. Скорее, типа, ай, ладно, давай я покажу, где я нахожусь. Пусть они знают, что я здесь. Я здесь. Ну, все еще 0-0. Но самое интересное, что, ну, как бы, это такой 0-0, который годится Cloud9, но не годится Team Liquid. Потому что их пики будут упираться в двух чемпионов из-за демеджа. Это Феникса и Пиглета. Но оба этих чемпиона, вообще-то, магический урон наносят. Да, Пиглета АД будет тоже наносить, но не в том количестве, которое нужно. То есть вот в чем проблема. А у Cloud9 True Damager. Magic, 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 Magic. Как бы, у Cloud9 в этом смысле пики посильнее получаются. И чем дольше будет игра тянуться, тем меньше шансов для Team Liquid убить Шена. Я пока не вижу, чем его убивать. Я уже не вижу даже, я бы сказал, чем убивать Шена. А уж если время пойдет дальше, то просто Пиглета упрется в то, что убить его невозможно. Плюс у Cloud9 всегда будет преимущество двойного телепорта. То есть есть телепорт и есть ульта Шена. Это придаст тонковости нашей Диане. Придаст тонковости Элизе. Элизе может играть здесь практически full ability power, добавлять еще один демедж. Ну или, по крайней мере, Абисал может Элизе собрать. Хотя бы для Дианы. Не говоря о том, что на Вейн тоже можно ультить. Но пока Cloud9 не использует... Вот единственное, что мне не нравится, они не используют Шена вообще. У него 100 фарма против 95. Можно было бы какую-нибудь войнушку организовать. Хотя, если посмотреть на команду Team Liquid, они как раз, в общем-то, к этому готовы. Если вы посмотрите, сколько вардов расставил Доминейт в Красном Лесу, он хочет каждый шаг Элизе по Красному Лесу увидеть. Только потому, что он прекрасно понимает, что... Ух, надо было сделать всю же автоатаку. Поленился Сники. Потому, что если Элиза придет на бот-лейн, то это будет телепорт Шенганг. Флэш не попадает. Ничем не попадает Cloud9. Но решает Incarnation пойти до конца. Ульта. Подпрыгивание. Приземлиться можно куда угодно. Да куда угодно, Хай! Можно приземлиться. Боже мой. И он рисковал, приземлялся прямо под башню. Приземлиться можно было на дальнего мапса. Здесь стоял. Приземлиться можно было на Раптера. На мапса, который дальше прошел. Да, ну Хай... Ну чувствуется, что механика у него не Элизовская. Но понимание игры очень хорошее. И Cloud9 решает убить Доминейта. Через Шена. Но Хай идет до конца. И, короче, ни к чему это не приводит. И сейчас Квас может стать Мегагнаром и натворить делов. Боллс пытается увернуться от стана. Получается. И Cloud9 разменяли килл в килл. И подарили килл Доминейту. Но убил Инкарнейшн. И плохо отыграл здесь Хай. Ну вообще плохо. То есть его флешстан он не попал. После этого он сделал дайв. Нет, пошел точнее делать дайв. Инкарнейшн сам пошел делать этот дайв. После этого не среагировавший Хай пошел до конца. Но уже было как бы поздновато. Он получал много урона от Доминейта. Ну и в итоге еще решили они сделать Через Шена дайв до конца. Но дэмэджа не хватило, чтобы убить Доминейта. И Cloud9 из-за этого потеряли красный баф свой и дракона. Ну вот такой вот провальчик небольшой. Ну это не конец игры. Это даже близко не... Ну там плюс 5% на победу Team Liquid стало. То есть если было где-то 30%, сейчас стало 35%. Ну и по поводу того, что по пикам Cloud9 на голову сильней. Просто неудачно сыграл Хай, ну и справится. Он, кстати, идет в дэмэдж Элизу. Наконец-то я это увижу. Хотя вчера он тоже, по-моему, шел в дэмэдж Элизу. Но там он вроде не дошел. Он даже рулай не успел собрать. И сегодня Амейзинг шел в два раза в дэмэдж Элизу из трех игр. В одной не дошел. Во второй игре он рулай собрал. Но это уже не имело значения. Игра была выиграна. Смогут ли Cloud9 затрейдить Тауэрку? Вроде да. Хайп с Лемоном поторопились выйти из Трайбуша. Может быть, можно было здесь поймать Гнара и убить. Хотя, может быть, он просто кинул бы Бумеранг и увидел их заранее. Инка пошел забирать волков по пути. Куча вардов расставил. Икспешилл и думает сделать ганг на Бол. Вообще-то, под ультой Алистара это можно было сделать. Другое дело, где нам достать урон? Пиглет еще не готов убивать. А Cloud9 идут дальше. У Шена есть телепорт. У Гнара нет телепорта. То бишь, Шен может сейчас просто отдать эту вышку и стелепортироваться сюда, если начнется битва. В итоге, Cloud9, да, решает... Ну, я не уверен, что это хорошая идея от кваса. Это идея под названием «Я отдаюсь». Приземляется Хай. Ультует Шен, спасает Хая. Виктору не хватает дэмэджа. И Cloud9 делают килл и минус башню. Да? Ну, насчет минус башни, может быть, не смогут. Виктор все же хорошо тут своей ультой зачистил. И Cloud9 бэкаются. Вся Сники хочет остаться. Синий баф теряют. Да, башню они забрать не смогли. Проигрывают по Тауркам сейчас Cloud9, но это не страшное поражение. Это такое поражение, которое легко отыгрывается. Тем более, что там Тир-2 вышка уже убита в хлам. Инкарнэйшн дальше забирает лес. Видит, что проигрывает по фарму, пытается это вернуть. А Тим Ликвиды хотят как-то подсноуболить свое преимущество. Того, что у них сейчас чемпионы в мидгейме довольно сильные. И пытаются поломать мид, но, видите, не успевают. Ну что? Шен, ульта, скоро откатится. И можно будет снова делать выход на бот-лейн или еще куда-то. Ой-ой-ой, Лемон увлекается. Подойди, Сники к нему. Сники откидывает игрочка. Флэш кидает Сники в бой. Экзост, ульта, минус Сники. Да, ну, неудачно отыграл здесь Сники. И в итоге еще Лемон может умереть. Да, еще и Лемон умирает. Хайм, и тут погоня. Ну, он отступает и остается в живых. Не было Шеновской ульты. Был телепорт, но он его нажал и отменил тут же. Скажем прямо, неудачно отыграл здесь Сники на Вейн. Подошел слишком близко. Надо было просто отходить. Мидгейм у команды Team Liquid намного сильнее. Виктор, мидгейм. Корки, мидгейм. Грагас, мидгейм. Алистар. Ну, он на всех стадиях игры одно и то же делает. Плюс две тысячи после этого файта стали Team Liquid'ы. Но X-Special классно сыграл. Сейчас отфлэшатся Сники, но тут же кинут ульту. Пинкварта еще от X-Special'а поставили. И в итоге минус игрок. И Лемону здесь было не убежать. Доминейт его догнал. Не стоит шутить с Грагасом от Доминейта. Потому что 80% винрейт, ребят. Это вам не хухры-мухры. Две минуты до Дрейка. Минута до появления Нашора. Но Нашора вряд ли будут Клауд Найнер забирать. Хай думает убить Кракача, но он не знает, где тот реколился. И так, короче, просто побегал. И не придумал, что делать дальше. Но Клауд Найнер попытается, значит, вышку сломать на топе. Две тысячи отставаний. И, кстати говоря, это отставание за счет вышек сделано. Хай ждет кого-нибудь сюда. У Шена есть ульта. Наконец-то будем использовать ее. Очень много игроков может сейчас сюда прийти. Идет Экспешл первый. Это не та цель, которую хочется убивать. Но Хай предлагает немножко подамажить его. Подпрыгивает. Приземляться надо на Доминейта и убегать. Хай тупит очень жестко. Надо было приземлять на Доминейта и перефлашиваться. В итоге Клауд Найнер трувет очень жестко. И 30 секунд до Нашора. Шен даже не успел ультануть. Ну, не надо так Хай делать. Я не против улыновали Стара, ребят. Я не против это. То есть, вообще, конечно, я против. Но здесь было сделано неплохо. Но дальше Хай затупил. Он неправильное место придумал, куда приземляться. Он должен был сказать команде, все, реторн ту база. Я прыгаю сейчас на Доминейта и через флэш убегаю понизу. Они меня в жизни не догонят. Потому что у них нет флэша, и я и Лиза. Но он решает приземлиться прямо в ульту Виктора. Ясное дело, его ваншотнули. И на этом все закончилось. Какой-то провал устроили. Клауд Найнер минус 4000 уже идут. Вышку так и не смогли забрать. Могли даже ловушку эту не устраивать. Втрайбуша просто идти вышку забирать. Если так уж логично пойти. Ну, сейчас уйдут в дефенс. Наверное, Клауд Найнер, Нинджа Таби у Хая. Да, и Лиза, конечно, из него. Так себе. Ну, плейсы, которые он выделывает, он не доделывает. И в итоге получается так себе. А Инка проигрывает по фарму. Не то чтобы очень сильно. Очень сильно проигрывает Вейн по фарму с Никки. Но там проблема уже сейчас не в фарме, а в том, что 3 килла у Пиглета. Второй дракон с командой Team Liquid попахивает 1-1. То, что будет. И что исправлять? Ну, вообще исправлять практически нечего. Кроме, если у оппонентов медгейм чемпиона, старайтесь в медгейме либо устраивать хотя бы 5 на 5 файты. Но ни в коем случае не 3 в 3. Потому что 3 в 3 эти чемпионы, ну, на голову сильнее других 3 в 3 чемпионов. Но еще игра не проиграна. Напоминаю, что лейтгейм за Клауд Найнами. Шен ультанул. Пытается Клауд Найны снять шатдаун. Шен гонится за Пиглетом, но не убивает. Клауд Найнами еще 2 килла отдают. Ну, правда, 1 килл в ответ забрали. Сники практически умирает от Феникса. И это они делали с преимуществом по людям. Это было 3 в 2 начало. В итоге 4 в 3. Но, как видите, все не очень хорошо. А вот это может хорошо закончиться. Стан прошел, но нету Вижена. И Корки все еще жив. Корки убивает еще и Браума. Где же Диана ты, наша Диана? Не было телепорта у Инкарнешнл, чтобы прийти и помочь. Клауд Найнами пытаются воевать. Но только еще больше отстают. Агнар за это время сломал ботлайн Клауд Найном. И они уже 4 в 3 ведут по вышкам. Смотрим еще раз повтор. Началось все по Пиглету. Хай, видимо, сейчас флешнится. Попадет с Таном. Все отлично было сделано. Приземлиться на мопца. Чуть-чуть не хватит, чтобы добить Пиглета. Боллс почему-то начнет отступать. Вместо того, чтобы идти до конца за Пиглетом. Да, ну и здесь Алистарт 2 кило набрал. Жаль, что Диана сразу не сместилась туда. Если бы Инкарнешнл пошел прямо туда, а не ломал вышку на меде, которую он сломал, конечно же. Клауд Найна могли очень сильно в плюс провести этот файт, потому что Доминейт пришедший, он не был бы так страшен, как Диана пришедшая. Вы видели, сколько ХП там осталось. Диана бы просто попрыгала и 3 кило там сделала. Минус 4 тысячи все еще. Ну, с другой стороны, отставание как было меньше 4 тысячи, так и осталось, минус 4 тысячи. На корке просто больше шатдауна встало. То есть, тот же шатдаун остался, а больше шатдауна встало, потому что Доминейт еще где-то килл надыбал, я не заметил. Он, походу, Шена как раз и добил, который там убегал. Аут Найны будут ли терять мед? Элис думает зайти сзади, но не получается. Попадает в кваса. Икспешл находит Сники, Сники убирает. Опять то же самое. Я не понимаю, что сегодня Сники на Вейн именно. На Вейн Сосники. Он ту же самую ошибку совершил опять. Это минус Ингибитор и можно выходить. Отвратительная игра от Сники на Вейн. Не успел ультануть. Подходит на расстояние флэш подкидывания Алистара. Как бы чушь какую-то делает. Диана пытается здесь зацепиться за кого-нибудь, чтобы сделать килл на Доминейте. Этот килл был бы выгоден, но не получается. Да не, ну там английские комментаторы говорят, вот почему Алистар такой сильный. Вы можете делать тавердайв на 25-й минуте. Причем здесь это? Если ваша Декерри идет ебалом щелкать на миде, то понятное дело, что так произойдет. Две ошибки подряд от Сники и вот его две смерти. Все две смерти, это он виноват, ребят. Что здесь он зачем-то файт начал проводить против Алистара. Что тут он начал проводить файт, выходя раньше времени. Не он должен идти первым в файт. Должны первым влететь Шен и Элиза. Потом должна влететь Диана. И только потом должен влетать. Клауд-9 пошли делать на Шора, пока нам показывали фигню какую-то на ботлейне. Но Клауд-9, кстати, на этом убили Икспешла. Сделали килл на Алистаре. По-моему, даже за Шадан или Алистара ульта по Инкарнейшну отфлэшивается. Куда ты идешь? Да боже мой, ты перестанешь это делать в этой игре? Не хватает дэмэджа Инкарнейшну, чтобы сделать килл. И Хая еще убивает. Ну что же он делает, ребят? Он опять не ультанул. Но я не могу. Я не могу. Просто щелкунчик Вейн, а не профессиональный игрок на Вейн. Где та Вейн, которая вчера была? Которая бы всех пятерых здесь сейчас убила бы. Где та Вейн? Куда она делась? Почему нам какого-то щелкунчика подсунули? Начинает на Шора. Окей, на Шор не получилось. Контрол от Лимонейшн. Но убиваем Икспешл. Все верно. После этого будет ульта Грагаса, которая отзонит Инкарнейшн. Но Сники не должен идти вперед. Куда он делает кувырок? Куда он вообще бежал? Я даже не понимаю. То есть, не то, что я не понимаю, зачем он туда возвращается. Там даже не было целей, которые убивать. Ну, зазонили Инку и зазонили. Пусть Элиза первая пойдет, професчекает и попробует повоевать. Ну, очень плохо отмеханил Сники эту игру. Инкарнейшн в этой игре не получается. У него, видите, Абисал он все же собрал. Но поздновато, мне кажется. Если бы он Абисал собирал первым айтемом, вполне вероятно, то, что он мог бы Феникса убивать еще на той стадии игры, когда Cloud9 тогда делали дайв, помните, под Феникса. Если бы он тогда уже собирал Абисал. В итоге Cloud9 теряет, скорее всего, сейчас еще одну сторону. Вейн даже близко нет. Она не собирается бэкаться. Да, Вейн просто репорт, no comments. Даже не пытается бэкаться Сники, как будто копит на что-то. Нажимает рекол сейчас, но уже слишком поздно. Сторона сломана, две стороны сломаны. И начинает уже бить башню в Нексусовскую. Тим Ликвиды. О! Да! Сники просто божественен сегодня. Хай делает побег со своей базы. На него делает просветку, но не попадает. Бочка не зацепляет. Остается в живых Хайм. Болстом пытался что-то прокрутить, но не получилось. Я не говорю, что Тим Ликвиды плохо играют. Они играют шикарно. То есть, это команда, с которой нельзя совершать ошибку. А как раз-таки эти ошибки натворил Сники в этой игре. И если в прошлой игре команда пикнула ему Дрейвена, и они победили, это стомп. Настоящий стомп сейчас произошел. Как бы в тильт не впали Cloud9 и не слились 3-1 после этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok